Слышим просьбу прокомментировать какие-то высказывания Владимира Жириновского, удивительно, как он популярен в Оренбурге. У нас был прием, каждый октябрь у нас прием, это Москва в честь дня рождения, и туда приглашаются все политики, артисты, кто приходит. И вот пришел Жириновский, и я с ним поздоровался, а он у меня был перед этим на эфире где-то за месяц, может быть, надо, не знаю. И он там вот как раз тоже все телегу гнал про империю, но я его спросил конкретно про Казахстан, что вам может быть несколько ближе, чисто географически. И он тогда, конечно, сказал, что мы про Северные области подумаем, все дела там и так далее. Ну, как он обычно это делает. И вот он говорит, слушай, говорит, а я вот у вас в эфире-то сказал, они-то реально обиделись, говорит он, вообще сказали Жириновского не пускать, все дела там, мы как-то эмоционально воспринялись. Я же что плохого не имел в виду, говорит он, как Азахстан. Вот, конечно, ну, я бы серьезно не очень воспринимал слова Жириновского с одной стороны. С другой стороны, иногда, иногда, вот тут многие говорят, что всегда, но иногда, какие-то его прогнозы начинают сбываться. Но мне кажется, эта проблема не в Жириновском, а проблема в реальности. Вот. С другой стороны, но есть у некоторое, как бы, движение к собиранию земель, ну, начиная с Крыма, а потом, почему нет? Какое собирание?